Вопросы финансирования этой программы 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 Какой ВВП на душу населения? Среди крупнейших стран мы на десятом месте, но если брать все страны в целом, то мы на шестидесятом. Поэтому здесь нам есть куда расти, и пока у нас очень низкий, можно сказать, уровень ВВП на душу населения, чтобы обеспечивать очень высокий рост при количестве нашего населения. У Китая ниже, но у Китая население другое. Индия сильно ниже, но там население еще сильно другое. Ну а вот реальный рост по прошлому году. Мы также на пятом месте, это очень хорошо, но вы видите, впереди Индонезия, впереди Турция, и Мексика наступает на пятки. Ну и Бразилия тоже не так далеко. Очень высокий рост показывает. Поэтому конкуренция будет очень жесткая, и поэтому я думаю, что президент будет очень жестко требовать такого роста. Что нас ждет в этом году? В этом году, к сожалению, практически все показатели, которые есть, будут ниже в два, а то и в три раза. И самый тяжелый показатель – это безработица, так называемая безработица. А на самом деле этот показатель уже говорит об отсутствии серьезного потенциала кадрового для развития экономики. Во всем мире считается недопустимым снижение безработицы ниже уровня 5, там крайне 4%, но вообще обычно 5%. Потому что, когда снижается безработица ниже 5%, люди перестают работать эффективно. У них нет проблем уйти с одного предприятия на другое, перейти куда хочешь, и поэтому они становятся менее добросовестными. Я не буду останавливаться сильно на структуре формирования ВП. Я обычно готовлю комплексную презентацию, потом вы ее можете посмотреть, она будет в вашем распоряжении, и все детали посмотрите. Но я просто выделил, что в прошлом году у нас добыча полезных ископаемых вниз, и самое печальное было сельское хозяйство – минус 3,2%. Что собой представляет промышленность на сегодня? Мы за последние 30 лет растеряли ровно половину нашего промышленного потенциала. Сегодня износ 54%, требует реновации почти 40% всех промышленных площадей. Очень низкий уровень ввода нового строительства – 4 миллиона квадратных метров. На самом деле, для того, чтобы остановить уменьшение промышленного потенциала и начать его рост, нам надо не менее 20 миллионов квадратных метров. Ну и, соответственно, вложения должны быть 10 триллионов рублей в год. Импортозависимость очень высокая. Это, кстати, импортозависимость не товарная. Это импортозависимость в процессе производства. Если у вас в процессе производства есть какая-то часть производства, которая зависит от импорта, и вы не можете найти замену на российском рынке, у вас просто встанет это производство. И поэтому даже зеленая зона, где 10% ПК, транспорт и стройматериалы, а 10% потому что здесь в основном ручной труд, очень низкая автоматизация, механизация, и даже здесь есть проблемы. Но самая главная беда у нас в этом – это станкостроение. Мы, к сожалению, выпускаем всего одну десятитысячную долю станков в мире. Мы потеряли практически полностью станкостроение, а без станкостроения иметь высокотехнологичное машиностроение невозможно. Поэтому это Ахиллесово, а сегодня, я надеюсь, в ближайшее время появится целевая программа, федеральная целевая программа по восстановлению станкостроения. Предполагается, что там будет построено примерно до 2030 года 25 новых станкоинструментальных заводов. Росстат абсолютно точно подтверждает то, о чем я говорю. На сегодняшний день потребность в новых технологиях и оборудовании более 70% у бизнеса, потребность в автоматизации более 50%. Как финансируется развитие во всем мире? Две трети финансирования обеспечивает финансовый рынок. Финансовый рынок работает в основном на экономику. У нас ровно наоборот. У нас финансовый рынок обеспечивает менее 20% финансирования основного капитала. Государство почти столько же. Ну и, к сожалению, кредиты банков всего по прошлому году 6,4% в общем объеме финансирования основного капитала. И это при том, что вот этот безбрежный океан синий – это банки на финансовом рынке. Они занимают сегодня 77% всего финансового рынка. Вот эта гора рождает вот ту маленькую мышь в 6,4%. Все остальные сектора, вы видите, очень малую долю занимают. Единственное, рынок ценных бумаг более-менее в прошлом году подтянулся. Для того, чтобы финансовый рынок также на две трети финансировал развитие, он должен стать совершенно другим. Нужна реформа финансового рынка. Мы страна Кубышка, мы накопили огромный объем сбережений, он уже более 200 триллионов. Но, к сожалению, инвестиций всего лишь 20%, а требуется минимум. Для того, чтобы обеспечить стабильный рост на уровне среднемировых показателей, надо иметь 25% от ВВП. Лучше 30%. Китай – 42%. Почувствуйте разницу. Вот основные документы по технологическому развитию, которые приняты и будут в этом году приняты. Я не буду останавливаться на всех. Я просто хочу показать, что в моей презентации все эти документы есть. Я их достаточно детально изложил. И вы можете потом все это посмотреть и понять, где ваше место и какие инструменты вы можете использовать. Хочу лишь подчеркнуть. В таксономии технологического развития, это 603-е постановление прошлого года, предусмотрены 464 укрупненных позиций инвестиционных проектов по технологическому развитию, которые будут поддерживаться государством. Если вы, я как человек, который там 30 лет занимаюсь инвестиционными проектами, я практически все проекты, которые когда-либо проходили через меня, я практически нашел место в этих 464 позициях. Поэтому я глубоко убежден, что вы найдете свое место. Там предусмотрены проекты по 13 производственным отраслям. Про нашу работу мы уже, ну, четвертый год пошел, как мы занимаемся промышленной реновацией в торгово-промышленной палате. На самом деле уже сейчас совместно работаем и с РСПП, и с Российским союзом промышленности. И мы обеспечиваем либо комплексную, либо по отдельным элементам реновацию промышленных предприятий. И сейчас, естественно, основное направление – это развитие технологии, технологического развития. Мы по этой программе движемся сюда. Это те инструменты финансирования, которые сегодня можно применять в рамках технологического развития. Ну и предложения. Я не могу не остановиться коротко на предложениях. Есть проблемы в реализации всех этих документов, которые приняты и будут приняты. Первое – нужно ввести единый стандарт оценки всех проектов, чтобы люди один раз оценили проекты, и потом пользовались всеми другими инструментами, не приходя заново процедуру оценок. Нужно, чтобы все проекты, которые предусмотрены таксономией инвестиционных проектов, имели право после прохождения оценки воспользоваться любой мерой государственной поддержки и всеми инструментами любого института развития. Мы считаем, что все институты развития должны перейти на формат работы проектного финансирования. И нести риски вместе с предпринимателями, потому что сегодня они таких рисков не несут вообще. Потому что если ты приходишь в институт, тебе говорят, принеси гарантию банка, а потом приходи. Ну и надо, чтобы центральный банк перешел к реальному участию технологического развития. А для этого надо, чтобы он открыл рефинансирование всех институтов развития, которые будут финансировать вот эти проекты. Ну и очень важно сегодня, сегодня выпал, к сожалению, из всех этих документов лизинг. Лизинг всегда является важнейшим инструментом в условиях очень высоких темпов развития экономики и прежде всего промышленности и технологий. Поэтому мы считаем, что лизинг должен быть включен во все документы, о которых я сказал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!